Привет наши любимые зрители. Сегодня 5 мая и мы вчера нашли немножко маслят, но не наелись. Поэтому мы приехали сегодня в Новомосковский район Днепропетровской области на одно местечко маслятное. И доказательством этому станет то, что нашла Катерина прямо возле дороги. Вот он какой лысенький и какой он свеженький. Пожалуйста. Смотрите на что я ориентировался. Именно на вот эти вот не старые сосенки. Итак, мой первенец на сегодня. Так, ну он слегка тоже червоват. Они уже чуть большего размера. Видите, такие становятся. Но я вам скажу, если совсем уж не поеденный, то ситуация поправима. Были у нас там слегка червоватые грибочки. От этого никуда не денешься в эту пору года. Вы их в соленую воду поместите на ночь. Вот он еще совсем маленький. И свеженький. Смотрите, этот совсем не червивый. Это большая редкость. Катюш, быстрее сюда. Посмотри на это. Раздолье. Ну-ка, попробуешь? Может у тебя рука счастливей? Да, они, наверное. Хотя блестят, да? Да, ну, блестят они, да. Не все то злато, что блестит. Выглядит, конечно, прикольно. Ну-ка. Да не сильно вроде. Не сильно. Ну вот нож вырежет. Конечно, я не надеюсь, что они тут будут совсем чистенькими. Ну вот, смотри. Ага. Так-то ничего. А ну на. Проверь, может быть, внутри. Чтоб там через губку не позалазили. Ну, я не знаю, оставляй тут. А этот, ну. Ну вот еще под иголочками был. О, а вот этот, посмотри. Ну, большие мы, братья, не будем. Ну, этот ничего вроде. Это как белые, блин. Ага, столько. Да белые такие же пойдут. О, ну тут вообще чуть-чуть, да? Ну, тут вот. Ну, вырежет. Маслятки это предвестники белых. Тут просто грандиозные размеры попадаются. Мы не питаем тщетных надежд. Видите? Просто повосхищаться. Я сейчас срезаю, Катюш. Просто восхититься. А вот, допустим, на солнышке был. Так он чистенький. А ну-ка. А у меня капец. Капец. А ну на этот. Два-три. А где губка? Нет. А этот чистый, берем. Посмотрите на вот этот размере, а? Масла чище. Ну, тут они просто киш-мя-кишат. Такое чувство, что они везде, эти черви, прямо в грунте. Где бы не вылез гриб, везде будет червь. Но, я вам скажу, грибы только рады от этого. Но это трудничаю еще. Грибы только рады от того, что их едят. Потому как черви тоже разносят споры в грунт. Ну, эти просто уже состарились и погибли. Давно тут живут. Ну, вот в отличие от вчерашнего места, Катя, эти в непосредственной близости к деревьям обитают. Смуглее. Смуглее? Нет, солнышко. И червевее, да? Ну, это червевее. Этот поеденный. Конкретно. Что же с этим? О! О, это что-то хорошее, Катя, ты нашла. Ну, смотри, тут тоже нормально. Нет, тут смотри. Тут нормально, да. А ну, вот этот проверяй. Ну, тут у него что-то. Этот сильно, сильно поеденный. Из 4-х 1? Из 4-х 1. Примерно такая грустная статистика. Вот они в таких низинушках. Вот, мне кажется, чем суше становится, тем интенсивнее живут их черви. Все-таки, когда мы хотим избавиться от червей, мы погружаем гриб в воду, и они вылазят. Поэтому, если будут идти дожди, наверное, не так будут их поедать. В грунте меньшее число будет этих червей. Я надеюсь. Но, я вам скажу радостную весть, что на жареху собрать реально. Правда. Все-таки, там, где влажнее, там непоеденное. Ой. Здесь, конечно, все. Что там у тебя, Катя? Я нашла. Хороший? Да. Правда. Аллергия. Болезнь 21 века. Ты когда-нибудь видела, что у дуба были сережки? Дуб? Ну, да. Это же дуб? Дуб. Вот и листики дубовые. Это сережки. Не знаю. Наверное. Не знаю. Не обращал внимания. И я не обращал внимания. Интересно. Знаешь, как он тут. Его отсюда не увидишь. Ага. Так он уже воронкой такой прям стал. Воронкообразный масленок. Не вижу смысла его срезать. Так, прятался. Хорошо. Ты где-то и остался. Ага. И вот еще один. А это я просто прошел мимо. Не будем такие срезать? Только свежечки, да, Катя? Проверил? Ну, проверь. Дошли мы до моего болотца. И сразу вот встретился смартёк конический, лежащий, отдыхающий возле дерева. А что это он? А, ну да, он сам упал. Но он свежий, Катя. Угу. А ну возьми. Будет дополнение к нашим маслятам. Угу. Не показалось. Там жабы женятся, слышно. Интенсивно. От моего болотца с пустыми руками не уйдем. Берем сюда, да? Угу. Смарчочки тут торчат. И вон он что там. Я вижу. Бери, Катюша, не стесняйся. Угощайся. Смотри, какой. Это мой родитель. Хороший. Хороший. Прекрасный. Ты видишь? Как ты их видишь? Тоже. Вроде бы ничего. И как тебе удается заметить? Я не вижу. Иду себе. Серенький. Да вроде ничего. Да? Ага. Дима уже домой просится. А я все никак не могу. Отойди отсюда. Ой, это тоже хороший. Смотри, какие они вообще. Ну да. У меня аллергия твоя была бы, конечно. Ну да. Я вот еще увидела один. А вот еще один. Они только-только выросли. Но они такие мокрые и влажные. Ты представляешь, сколько тут, Дима? Ага. На вилочку накорятся. На вилочку накорятся. Зато они чистенькие. Просто как мы их чистить будем, конечно. А некоторые люди их не чистят. Такие маленькие не чистят? Ну, как-то почистить. Ювелирная работа нужна. Ну да. Сегодня мой размерчик вот такие вот грибочки. Смотрим. Замечательные. Так, и этот теперь. Так. Тоже. Смотрим. Так. Тоже хороший. Вот маленькие они все чистенькие. Смотри. Что ты там увидел, что-то? Да. Прямо по курсу. А я не... А. Вот еще маленький. Ты видишь, такие маленькие они. Правда. О, Господи. Дима не может уже тут. Чистейшие. Жарко. Пить хочется и есть. Да? И полежать. Катя, я знаю один рецепт, которым ты можешь воспользоваться и угодить мужу. Это будет грибной пирог из вчера и сегодня собранных маслят со сморчками. А по всему давайте переместимся на кухню. Дорогие зрители, добро пожаловать к нам на кухню. В нашу уютную кухню, в которой мы сделали ремонт специально, чтобы нам не было стыдно перед вами. И вашему вниманию хотим представить самый, ну не самый, но простой и при этом очень вкусный рецепт приготовления грибочков. Сегодня мы будем готовить... Что, Катя? Пирог с рыбами со слоеного теста. Слоеное тесто мы возьмем покупное. Значит, грибы, которые мы собрали вчера и сегодня, мы их отварили в течение 10 минут. Сейчас мы их обжариваем. Посмотрите, здесь не только маслята, но и сморчочки. Большого размера возьмем луковицу, чтобы блюдо было точнее. И ты меленько режешь, да, Катя? Ага. Либо одну большую луковицу, либо две больших луковицы. В зависимости от того, сколько грибов у вас будет. И какого размера вы будете готовить пирог. Нужно брать лука побольше, чтобы блюдо было сочнее. Хороший лучок, да, Катя? Бодрящий. Катя застывает противень пергаментом. Вот с грибов главное выпарить водичку сначала, потом добавить маслицо. Ну, как обычно, вы же знаете, как их готовят. Мы купили вот такое вот тесто. Как, ты вообще дружишь с тестом? Ну, судя по тому, что я купила, то, наверное, и нет. Не, ну почему? Ну, так ты я могу печь. Раскатала, Катенька, отец-то. А я вас пока познакомлю с нашим хозяйством. Вот это Нюша. У нас в семье три девочки и два мальчика. Есть еще Пуся. Пуся! Вот, пожалуйста. Нюша и Пуся, наверное, дружили бы, если бы я разрешил. Но мне страшно. На, забирай свое хозяйство. Иди укладывай. Так, я вижу, ты взяла два кусочка теста, да? На один ты выложишь начинку. Катюша вырезает сердечки. А должны быть грибочки. Да, в оригинальном рецепте грибочки. Теперь пассируем лучок. Возьмите кусочек твердого сыра и натюрочку. Как, ты же оставил что-то на пирог? Я хотела сказать о том, что сыр у нас российский. Я люблю российский сыр, поэтому мы взяли российский, грамм там 150. А вы можете взять любой, какой вы любите. Можете взять украинский. Здесь какой сыр? Ну, это шутка не зашла. Да, тертый сыр сюда же к начинке. Сюда сейчас добавим майонез, да? А вы можете взять сметану. Здесь в начинке примерно грамм 300 грибов жареных, 160 грамм сыра, две таких среднего размера луковицы, ну, две столовых ложки майонеза. Нужно еще посолить и добавить перца. По вкусу. А можно добавить прованские травы. Ну, главное, не перебить, не убить вкус грибов. Я летом делаю сыр твердый, яйцо и зеленый лук. И слойки делаю такие, поэтому что-то сюда не добавить. Бежего лучка. Да, ну да, можно зеленого лучка сюда еще. Ну, сразу так выглядит все это ярко. Края помазать надо. А, чтобы оно между собой сцепилось. Сцепилось, да. У меня никогда оно не сцеплялось, ну, частенько расцеплялось. А я посмотрела, что надо водичкой спать. Вот сейчас попробуем. Сцепится или нет. Сердечечки. А с них выглядывают грибочечки. Так, ну вот, прошло уже полгода. Не бри. И Катя наконец-то все запаковала. Да, очень симпатично выглядит. Думаю, в готовом виде будет еще красивее. Красивее. Мам, ты слышишь меня? Красивее, некрасивее. Отделяю желток от белка. Нам нужен желток. Так, берем вилочку. Взбалтываем. Чуть-чуть замыраем водички. Нам нужно выставить духовочку на 180 градусов. Ну что, с Богом! А время 35 минут. О, поднялся нехило. Рецепт очень прост. Берете Катю, и Катя вам отомит. Тебе маленький кусочек, я надеюсь. Какое оно не ест, да? Не потешите. Ну давай. Пробуй. Да, я думал, будет много начинки. А на самом деле тесто поднялось, и так оно все идеально. Так, ну он горячий еще? Или его таким не надо вживать? Его сильно горячим, нет? Ой, даже сыр тянется. Ммм. Ммм. С любовью. Дуже смачно. Попробуйте, и это блюдо станет постоянным на вашем столе. Вкусно. А на этой ноте мы будем с вами прощаться. Желаем вам самого главного здоровья, как говорил Якубович, дай вам Бог. Но, в отличие от Якубовича, не на эти короткие семь дней до следующей пятницы, а на всю жизнь. Крепкого здоровья, дай вам Бог. Пока. А, и чуть не забыли. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы каждый ваш комментарий читаем. Нам очень приятно. Вы такие хорошие слова нам пишете. Всего вам самого наилучшего. Пока. Пока.